Сегодня в гостях у Комсомольской правды участник шоу «Голос страны» Игорь Петров. Здравствуйте. Ну, начну с тех вопросов, которые пришли нам по электронной почте. Скажите, Игорь, вы специально не старались на живом выступлении, чтобы вас выгнали? Вы больше заинтересованы петь в группе «Турне»? Интересный вопрос. Ну, навряд ли я специально не старался. Я еще сам не видел, на самом деле, свое выступление. По телевизору, в интернете еще не было возможности посмотреть. Вот как посмотрю, так скажу, насколько сильно я старался. Но если что-то и не получилось, то это было на пню-то не специально сделано. Надеюсь, не все так плохо. Совершенно разные мнения у наших читателей, потому что там есть вопросы, где люди говорят, наоборот, что вы очень хорошо выступили, и все было замечательно. Мы будем склоняться больше ко вторым. Я очень на это надеюсь. Я, на самом деле, «Турне» с группой «Слэйд», если я не ошибаюсь, это была просто первоапрельская шутка, неудачно сформулированная, я так понял, неудачно смонтированная телевизионщиками. Потому что меня все поздравляют с успешным контрактом, все поздравляют с успешным дуром. На самом деле, я с группой «Слэйд» от выступал один концерт. Спеть в их составе – это был шикарный опыт, это был невероятный драйв. Но на этом пока все закончилось. Хотя они сказали, если будут в Украине, вернее, когда они будут в следующий раз в Украине, чтобы я обязательно приехал и выступил с ними еще раз, а может быть и неоднократно. То есть получается, что никаких контрактов, ничего того, о чем там говорилось, это все первоапрельская шутка. Да, причем я так понял, не очень удачная. Хоть бы под конец сказали, что это шутка была, такой розыгрыш. Где нужно смеяться. Да, для зрителей, на самом деле. То есть я это все прекрасно понимал изначально. Не строил никаких иллюзорных себе планов таких. А зрители повелись. Ну вот вы сами по своим ощущениям, когда вы стояли на сцене, вам кажется, вот там по пятибалльной шкале, насколько вы выступили, насколько вы выступили? Ой, не буду я себя оценивать. Естественно, было много моментов, которые мне были очень неудобные. То есть, естественно, были много моментов, которые мне мешали. Но тем не менее, постарался показать хотя бы часть того, что я умею. К сожалению, раскрыться полностью на проекте мне не удалось. Вот, по определенным причинам. Вот вчера был у меня концерт группы Fireball у нас в клубе Орешек. Вот там я смог себе раскрыть. Там у меня и голос звучал, и энергетика была по полной программе. К телевидению я... Это пока что мой первый опыт. Ну, я не считаю, что он такой уж плохой. Я считаю, наоборот, что набрался туда только позитива. И постарался нести в массы позитив. А почему так получилось? Что вам мешало? Волнение или что-то другое? Ну, само собой, волнение. Очень непривычно участвовать вообще в конкурсе для меня. То есть, это такой, можно сказать, первый такой крупный опыт. Потому что, когда одно дело, просто выступаешь для зрителей. Ну, даже когда много народу, когда мало народу. Ну, волнения нет. Уже опыт дает о себе знать, когда сотни выступлений за спиной. А когда ты выступаешь и знаешь, что тебя могут на любом из этапов вот так вот отодвинуть сторонку. То ли по воле зрителей, то ли по воле тренера. Вот. Оно добавляет свое волнение. Здесь когда камера со всех сторон, когда вот так вот. Необычно, в общем. Очень необычно. Плюс, очень тяжело давался все-таки подбор репертуара. Очень... С одной стороны, кажется, опять же, сотни песен, сотни каверов перепеты. Оказалось бы, очень легко выбрать для себя репертуар, то, что хорошо получается. Но выбрать то, чтобы это было в формате, и то, в чем можно раскрыться, на самом деле, оказывается, не так просто. Вот. И в любом случае, утверждаю песни не я. Поэтому, ну, свои трудности были. Вот эта песня, с которой вы выступали, это вы ее выбрали, или кто-то вам предложил? «Киса» и «Возмейт Фалавни». Это была одна из многих песен, которые я предлагал, собственно. Ну, выбор тренера, выбор Константина Меладзе, музыкального продюсера, остановился именно на ней. Ну, вот. В принципе, выбор хороший, и я был только за. Вот. Возможно, конечно же, не самый лучший выбор, но хороший, тем не менее. Ну, то есть, я рад, что смог показать такую драйвовую тему в своем исполнении. Ну, вот. Были нюансы еще и с одеждой, конечно. У меня вот эти сапоги, как у Робокопа, в которых я не мог нормально двигаться, просто-напросто вот так вот ходил по сцене. Ну, свое, конечно, давало немножко ощущение дискомфорта. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что все нормально получилось. Ну, а вот ваше ощущение, когда Олег Скрипко сказал, что продолжать дальше борьбу за звание победителя будет Джодан, а не вывод, что вы почувствовали? Обиды не было? Нет, никакой обиды. Абсолютно. То есть, я был на позитиве, причем как внешне, так и внутри. Как минимум из нашей команды. Я вообще никогда никого превыше остальных не оставил. То есть, я считаю, нас всех равных и в то же время абсолютно разных, в разных направлениях. Поэтому каждый эфир абсолютно закономерно кто-то вылетает. Вот. И я скажу честно, я не меньше раз, ну, скажем так, если и была какая-то такая небольшая печаль, как говорится, то она была ничуть не больше, чем на прошлом нашем эфире, когда вылетели двое девчонок из нашей команды. То есть, я не меньше тогда расстроился. Для меня проект уже очень много дал. Очень большое развитие. Вот. В профессиональном плане. То есть, оно дало мне хорошую мотивацию. Хорошая промо сделала, в конце концов, как говорил Олег Скрипка. Вот. Где бы я еще вот так вот засветился и получил столько опыта. Вот. Для меня, в первую очередь, такая грустно даже не о том, что я вылетел из проекта. О том, что я буду просто меньше общаться с моими новыми друзьями. О том, что я меньше буду проводить времени со своей командой, с некоторыми людьми из других команд, с командой 1 плюс 1. Потому что, на удивление, не просто все участники, как-то мы так в основном сплоченно держались, очень дружно. Меня поразило то, что даже на 1 плюс 1, вот все, кто с нами работали, все там, команда пресс-центра, там, люди, которые нами курировали, ну, настолько хорошие и позитивные люди, нам никогда не было скучно. Мы никогда не чувствовали себя просто, вот, как говорится, мясом, которого используют там в проекте. Мы чувствовали себя людьми. Ну, вот, на каждом этапе проекта. Это настолько приятно. Это три ра, как с ним, с нами работали. Музыкальный продюсер Константин Меладзе, помощник его Андрей Француз. Это люди с чувством юмора, это люди веселые, позитивные. И они давали нам почувствовать, что мы, собственно, личности, а не просто материал для использования в шоу. Музыкальный, а можно сразу вопрос походу? Нет, вот, ты вчера говорил в Варишке, кстати, что очень долго отходил вчера, когда приехал домой, когда ехал. Какие тогда у вас были ощущения, когда ты уже ехал домой? Вот, по сути, я полгода жил этим проектом. С октября месяца, можно сказать, с того момента, как мне прислали приглашение на первое прослушивание у Константина Меладзе, и вот до этого воскресенья, то есть я жил от отъезда до приезда, то есть в Киев. Естественно, полгода просто так не прошли, естественно, какая-то грусть остается. Это в первую очередь, даже, наверное, во вторую очередь, и я же, как говорил уже раньше, просто мне не хватает сейчас реально вот тех друзей новых, вот, Назар, Совпо, там, Кристина Ковлева, это из моей команды, вот, с которыми мы все время вместе, с которыми мы постоянно дурачимся, куда бы мы ни ехали, как бы, где бы мы что ни делали, ну, это у нас позитив в чистом виде, вот, и когда вот это вот на время отодвигается, я, естественно, буду ездить еще на эфир, обязательно приеду на Пасху поддержать свою команду, вот, 15 апреля, просто я вот теперь этого жду, и для меня главный это человеческий фактор, человеческое общение, вот, а проект, проект все равно через месяц закончится, он, все мы останемся вне его, так что жалеть о чем-то, это абсолютно. А вот, кстати, сам ты вот изнутри, кого бы назвал главным или главными претендентами на победу, и почему? Ой, ну, опять же, такой, потому что все настолько разные, тяжело кого-то превыше ставить, ну, из нашей команды, конечно же, ой, конечно же, даже боюсь делать предположения, вот, ну, я считаю, конечно, больше всего шансов или у Назара, Савко или у Илари, причем оба настолько шикарны в своих направлениях, вот, Назар Савко, такой справжний украинский хлопец, который впевает и выключен на украинскую мову, вот, это то, что нравится народу, это человек ходячий позитив, это человек, еще так, отвлечен на тему, скажу, что это друг, которого любой человек счел бы зачестить для себя вот такого друга пожелать, это шикарный человек, шикарный вокалист, то есть только хорошим, я могу сказать. Илари действительно такая очередница, которая поет разными голосами, причем везде поет идеально, поет так, что мурашки по коже. Ну вот, поэтому ставить на кого-то в других командах есть очень сильные исполнители, я считаю, что, тем более все равно очень многое зависит именно от субъективного мнения зрителей, ну вот, то есть не всегда это может быть объективно, но сильных вокалистов осталось еще много, поэтому я так и хочу загадывать. Игорь, ну вот этот проект состоит, он из нескольких этапов, там слепые прослушивания, потом батлы, потом уже прямые эфиры, вот лично вам на каком этапе было сложнее всего? Отличается чем-то батлы от прямых эфиров? Да, сложнее всего, вот как я и говорил раньше, это батлы, вот это сама идея музыкального соперничества, музыкальных батлов, это для меня было ужаснее всего, то есть у меня вот несколько дней до самих батлов было очень паршивое настроение, на каждой репетиции было паршивое настроение, потому что я знал, что нам нужно соревноваться с соперником, кто-то вылетит, кто-то останется, причем надо вот как бы заниматься, ну, в самой идее, то есть перетягиванием одеяла на себя, то есть мне в музыке это вообще чуждо, ну, поэтому все-таки, как я и говорил раньше, это самый сложный этап, то есть прямые эфиры уже готовишься себе в свое удовольствие, уже делаешь, волнение, конечно же, присутствует, но тем не менее, это, по крайней мере, приятно, ты поешь сам, вот, и не надо ни с кем никаких таких уловок, ухищрений и тому подобное, не надо ни с кем соревноваться, это самое главное, выбирают же просто зрители, вот. Несколько вопросов нам пришло по поводу смены вашего имиджа. Как вы решились на смену имиджа, не жалеете ли о том, что сделали короткую стрижку и нравится ли вам ваш новый образ? У меня уже, я уже давно подумывал о смене имиджа, потому что у нас все-таки длинные волосы, это и немножко не формат, и немножко неудобно было, вот. Вот, на самом деле, я не мог уже год или два на это решиться, и если бы решился, я, наверное, ну, в половину бы обрезал бы, наверное, или еще непонятно, что бы сделал, и непонятно, что было бы. Вот еще за что я благодарен проекту, за то, что мне помогли найти себя такого нового немножко. Ну, вот, мне очень нравится, нравится всем моим друзьям, практически без исключения, там, в социальных сетях мне пишут о том, что мне так больше идет, и я доволен. Теперь буду, по крайней мере, в ближайшие годы, как минимум, поддерживать такой стиль. Я очень доволен. Вы вас уговаривали? И кто вас уговаривал? Нет, на самом деле, я сразу... Или на слубу? Меня спросили, а если вдруг с волосами скажут, я говорю, да с удовольствием, ради бога, на любые эксперименты подобные готов. Когда мне сообщили, что вот, я говорю, мы вас поведем с аромат красоты и подстрижу, я говорю, ну, прикольно. Ну, конечно, на камеру я так вроде как не ожидал такого, там, вроде как страшно было. Ну, да, на самом деле необычно, то есть жалко было с волосами расставаться. Семь лет с ними все-таки ходил. Ну, как-то сделали. Легкость и обновление в полной мере ощущается. Я очень доволен. Такой вопрос. Квиточка задает такой вопрос. Болела за вас на проекте и уверена, что все лучшее у вас еще впереди. А вопрос у меня личного характера. Есть ли в вашей жизни сейчас место для любви или вы полностью сосредоточены на карьере? Еще недавно ваше сердце было свободно. Изменилось ли что-то в этом плане? Есть ли еще шансы у обычных поклонниц? Это предложение. Наверное, как? Личное на то и личное, чтобы о нем сильно не распространяться. Поэтому я не буду. У меня... Ой, ну и вопросы. Я не буду сильно этот вопрос раскрывать, потому что все-таки моя личная жизнь это так не общественная. В моем сердце всегда есть место и для того, и для другого, и для творчества, и для чего-то такого более душевного. Но лучше перейти к следующему вопросу. Не будем. Следующий вопрос задает Илья. Видел на Ютубе видеозаписи с вашими группами Лапландия и Фейербоу. Не кажется ли вам, что вы, как музыкант, намного переросли этот уровень? Не планируете ли вы сотрудничество с более профессиональными музыкантами? Интересно было бы услышать, конечно, более развернутый этот вопрос. Потому что что значит, как музыкант, там, перерос этот уровень? Музыканты, с которыми я играю, это музыканты очень высокого класса, я бы сказал, шикарнейшего уровня. То есть у наших звезд подыгрывают или играют музыканты, я расскажу, процентов 80, как минимум, музыканты, которые пониже уровня. Поэтому если это в плане техники игры, я абсолютно не соглашусь вообще с поставленным вопросом. В плане творчества, ну, тоже, как бы, считаю, мы по-своему делаем свою оригинальную музыку. Поэтому, а развиваться и, там, пробовать, экспериментировать, я для этого открыт всегда, конечно же. Я всегда, там, с удовольствием играю с новыми музыкантами. О проекте «Голос страны» я рад, что я поиграл, вернее, что выступил под аккомплимент такой замечательной группы «Бетховен», там, шикарнейшие музыканты, отличный уровень, невероятный звук, все на высшем уровне. Поэтому развиваться всегда готов, но, видите, музыканты сейчас у меня очень хорошие, очень профессиональные. Ну, побывайте на нашем концерте, и вы поймете, что я ничуть не креплю душой. Вот так вот. Такой еще вопрос, он на украинском языке, но я сразу его перевожу. Не надо, больше на украинском. Вы, Игорь, спеть украинскую песню в будущем? Ну, почему в будущем, я даже так скажу, в ближайшие пару недель буквально, если все будет хорошо, в соцсети ВКонтакте, я выложу вот как минимум пять песен украиноязычных, которые я спел, причем это не кавера, это те песни, которые я делал со своими группами с Лапландией Смейли, вот пять песен уже готовы, уже практически записаны, но в дальнейшем будет еще. Поэтому украинское творчество, украиноязычное стороной меня не обошло, а в будущем будет больше, конечно. В прошлый раз вы говорили о том, что готовите диск, сейчас, наверное, вплотную займетесь, да? Да, сейчас, конечно, больше времени, естественно, с того момента ничего не продвинулось пока что, но уже в ближайшем будущем это изменится, лед тронется, наконец-то, господа. Такой вопрос Сергей задает. Насколько условия шоу «Голос страны» соответствуют раскрытию истинных способностей его участников? Какие бы вы внесли коррективы в правила шоу для выяснения более корректного соотношения сил между его участниками? Шоу все-таки самое профессиональное из всех, которые есть у нас в Украине. И шоу на самом деле показывает в основном артиста, исполнителя, вокалиста, да, с той стороны показывает так, что он показывает то, что он представляет собой на самом деле. То есть, не как там в фабриках, в «Экс-факторах» и так далее, там очень много работают с участниками шоу, учат передвигаться и так далее и тому подобное. Нас ничему этому не учат. То есть, кто чего стоит, тот, кто и показывает. У кого-то лучше это получается, у кого-то хуже. То есть, с нами нет вокальных репетиций, занятий с нами. С нами нет занятий по хореографии. То есть, готовится прямой эфир. Есть одна вокальная репетиция, там один, два, три раза максимум прошли, готово. Есть уже непосредственно перед прямым эфиром репетиция. То есть, мы показываем то, что мы умеем, а не то, чем у нас научили. Это я считаю хорошо. То есть, это по-настоящему, это не рафинировано, как это в других шоу бывает. Кому как бы помогает раскрыться, ну, тоже тяжело сказать. Хотелось бы, конечно, в будущем больше шоу делать подобного плана. Чтобы артист мог раскрыться не просто как исполнитель чужих песен, а чтобы разрешали исполнять свои песни. Потому что очень многие участники хотят показать свое творчество. Но смогут это сделать лишь немногие, лишь четверо финалистов, которые только в финале, если я не ошибаюсь, можно будет исполнять свои песни. Вот только этот моментик, который я сказал. А так шоу просто шикарное во всех отношениях. Причем как в профессиональном плане, так и на удивление, действительно на удивление, человеческий фактор очень влияет. То есть действительно там как одна большая семья, весь персонал один плюс один. Просто ни одного человека не мог бы охарактеризовать какой-то злобный или какой-то плохой, который к нам бы относился как-то не так. Поэтому я только позитив вынес из этого шоу. И сколько хорошего могу сказать. Но вы сказали, что это одно из самых профессиональных шоу у нас в стране. И вы первый раз принимали участие в подобном проекте. Нет желания пойти на тот же X-Factor или в каком-то другом песенном конкурсе поучаствовать? Ну тоже целью артиста, целью певца не должно быть постоянного участия в таких шоу. То есть просто там пиар. Это все, конечно, хорошо, но дозировано. Может быть когда-нибудь, но сейчас нужно заниматься. Участие в «Голосе Краины» дало мне хорошую мотивацию к тому, чтобы двигаться дальше, подвигаться, заниматься сейчас своим творчеством, продвижением его, давать концерты, записывать альбом. А если все время участвовать в подобных конкурсах, в подобных мероприятиях, то на творчество просто не останется времени. Это просто реально уже превратится в клавнаду, в какой-то такой пиар, лишь бы засветиться. Все должно быть дозировано в меру. Я сейчас получил очень шикарный опыт. Тот же Алекс Скрипкос мне очень многое дал, мне очень многое научил. Он действительно работал со мной по пластике, то есть показывал мне движения, он рассказывал, как нужно вести себя на сцене, как мне нужно. Те моменты показывал мне, которые я, по сути, сам бы на них не дошел бы. Сейчас мне все это нужно по максимуму применять. По максимуму. Что будет в будущем, через год, через два посмотрим, конечно же. До какого уровня я дорасту в тот момент. Насколько у меня будет наработан свой материал, насколько я буду готовым уже артистом. Так что в ближайшее будущее пока не предвидится моего участия в подобных шоу, но время покажет. Такой вопрос еще есть у нас. На последнем выступлении вы сказали, что песни на шоу «Голос страны» это не ваши песни, а всего лишь кавера. Ваши песни те, что вы лично сочиняете для трех своих групп. Как много песен вашего сочинения уже есть? Где их можно услышать? Не тяжело ли писать музыку в разных направлениях? Ну да, если я не ошибаюсь, Пономарев мне задал вопрос. Да, Пономарев сюда задал вопрос. Пономарев мне сказал, было ли мне комфортно. Да, мне. Хоть я и сказал, что было все вроде как нормально. Ну, были свои моменты, которые мне были не очень удобны при исполнении этой песни. На самом деле, вот мои три группы, это ж не я пишу музыку, вот так вот, что я приношу, я же говорю. То есть это пишется или командно, либо там основной композитор приносит, как у нас там в Лапланде, допустим, Максим Мальков. Он основной композитор, это профессионал своего дела. Он приносит какой-то костяк, а мы уже придаем этому всему форму. Поэтому это не тяжело, это очень интересно. И даже если бывает тяжело, это все равно интересно. Это то, чем хочется заниматься. Вот, как сказал один известный человек, что найдите себе занятие, чем вы любите заниматься по жизни, и вы больше после этого ни дня не проработаете. То есть занятие любимым делом, это не есть работа, это то, чего я всем желаю, и себе в том числе, конечно же. Тут еще же составляющие вопросы. Как много песен вашего сочинения уже есть, и где их можно услышать? Значит, у Лапланде уже есть целый альбом, 14 песен. Пока что именно альбомные записи я еще ни одну в сеть не выкладывал. Но в ближайшем будущем, он говорит, украинские песни, как минимум, я уже, наверное, в ближайшие недели выложу. Альбом выйдет где-то летом. Но, тем не менее, песни Лапланди, то есть ранние демозаписи, довольно качественные есть. Вот они все есть у меня в ВКонтакте на страничке. Причем так сверху в аудиозаписях лежат. Все это можно послушать, даже при желании скачать. Группа Мэйли, пока что мы записали совместно только одну песню. В следующую мою я, кстати, тоже на украинском языке. В ближайшие пару недель, я надеюсь, даже до Пасхи, я запишу еще две украиноязычные песни с группой Мэйли. Это песня Моры и песня Я табачую. Плюс я сейчас вплотную занялся работой над своим сольным альбомом уже. Эти песни пишутся вместе с моим очень хорошим другом, с Максимом Мальковым, как основной композитор. Евгений Махонин будет помогать с текстами. Ну и плюс еще такую команду я собрал. То есть хороших музыкантов, хороших композиторов, вот идейных людей. И еще Женя Красюков, это гитарист группы Fireball. Он тоже мой хороший друг, он тоже помогает в записи, в сочинительстве. Вот такой нашей небольшой командой мы делаем сейчас мой уже собственный альбом. Это будет не под именем какой-либо группы, это уже будет именно Игорь Петров. То есть такая интересная музыка со вкусом. То есть это как бы и не рок, и не поп, это нечто такое среднее, но очень качественное. Я надеюсь, слушатели оценят в будущем. Надеюсь, в ближайшем будущем. Здесь очень много вопросов пришло по поводу того, вот чем вы будете заниматься дальше, ваши планы на будущее. Практически вы, в принципе, на них уже... Да, я по сути ответил. Вот. И все-таки вот не дает покоя вот это выступление с группой слайд. Яркая, значимый момент в вашей жизни. Какие новости есть о дальнейшей работе с этой группой, и каковы ваши планы на ближайшие... Ну, то есть, в принципе, вы на все эти вопросы уже ответили. Да, с группой выступил, получил опыт, драйв получил, драйв передал зрителям. Это уже немаловажно. Ну, какие могут быть планы с ними на будущее? Группа легендарная, им навряд ли нужен кто-то. Да и мне зачем это? Мне нужно развиваться самому, а не кататься где-то там, как-то там. А какие-нибудь предложения были у вас, вот, от продюсеров там? Ну, нет, ну, мы же живем в реальном мире. Мы же прекрасно понимаем, что никому мы на самом деле вот так вот просто не нужны. Нужно добиваться всему самому. Поэтому сейчас я приступлю к работе над своим творчеством. Очень вплотную приступлю, естественно. Сейчас нужно давать концерт, потому что надо работать в конце концов. Тоже деньги просто так не появляются. А в будущем посмотрим. Если у меня это будет получаться качественно, у меня и моей команды, с моими друзьями, то возможно и, вернее, невозможно. Это в любом случае будет успешно. Просто насколько это успешно, это уже покажет время и наши плоды нашего творчества. Спасибо вам огромное. Я желаю вам успехов, чтобы все ваши планы были реализованы однозначно. Спасибо огромное. До свидания.